тема вообще круглого стола это актуальные вопросы государственного управления сфере архитектурной деятельности на самом деле невероятно назревший давно вопрос мы обсуждаем уже закон новый закон актуализированный об архитектурной деятельности но на моей на моей памяти профессиональный уже лет восемь как и еще до сих пор он не принят хотя конечно уже понятно что он необходим уже как воздух что мы будем обсуждать и что входит в мой доклад в том числе это конечно отношение между главным архитектором субъекта и главным архитектором муниципалитета это полномочия и статус главного архитектора субъекта это его права обязанности зоны ответственности мы понимаем что сегодня градостроительная сфера эта сфера где сосредоточено очень много вопросов касающихся жителей касающихся недвижимости строительства земли касающихся строительных компаний то есть это то что в принципе формирует наш быт наше окружение наш образ жизни и влияет на выбор горожан оставаться в этом городе жить или не оставаться сегодня сохранение человеческого капитала на местах один из важнейших вопросов городостроительной политики государственной политики в том числе и конечно это все меня радует то что мы уже сегодня это обсуждаем на крупном столе в совете федерации это показывает то что насколько актуален этот вопрос насколько к нему пристальное внимание уже и органы власти оказывают и правительство российской федерации и это говорит о том что наконец-то начинаем быть услышанными да и архитекторы начинают говорить и их позиции услышан на таком высоком уровне и мы начинаем постепенно двигаться как раз части нормальных и прозрачных правил взаимодействия очень важно на сегодняшний день все знают закон который был принят там в прошлом веке хрущевом об архитектурных излишествах и к сожалению вот с той поры началась не такая наверное деградация сферы архитектуры и то что мы имеем сегодня это конечно ну результат тех решений которые были приняты в тот в то время мы сегодня можем начать изменять ситуацию мы сегодня уже должны это сделать потому что запросы которые мы слышим от людей в части исторического наследия в части застроек новых комплексов и жилых комплексов и так далее это все должно лечь на плечи наверное ответственного человека в сфере градостроительства но наверное скорее всего это должен быть главный архитектор субъекта и соответственно дальше главный архитектор городов и так далее у нас есть огромная проблема на сегодняшний день и вот мы проводили аналитику и в оренбургской области с профильным именно образованием как архитектор наверное исполняет обязанности главный архитектор наверно только я получается потому что да и в районах и в городах, либо совершенно отсутствует эта должность, либо ее обязанности вписаны в полномочия другого органа власти или комитета. И человек может иметь образование топографа, в лучшем случае, может быть, менеджера, экономиста, но отнюдь не архитектора. Поэтому какую застройку мы имеем сегодня, это, конечно, ложится все, проецируется на тех людей, которые исполняют эти обязанности. И один из вопросов круглого стола, это, конечно, квалификации, компетенции, нехватка кадров, где мы будем, соответственно, восполнять. Сегодня проходит программа, которую проводит Дом РФ совместно с КБ «Стрелка», это архитектор РФ. И уже она, по-моему, проходит третий год, и уже достаточно большое количество архитекторов прошло обучение по этой программе, и многие из них уже начинают занимать должности главных архитекторов муниципалитетов или субъектов и так далее. В роли, может быть, пока советников, либо возглавляют органы исполнительной власти. Это тоже один из позитивных шагов, который вот сейчас мы наблюдаем, который тоже будет способствовать продвижению, наверное, сферы архитектуры уже в практическую плоскость, в приземление в такое. Это радует, безусловно. Я думаю, что это очень была хорошая идея, и продолжать эти образовательные программы стоит, потому что они нам дают определенный набор кадров, которые можно потом использовать уже в дальнейшем при работе, при формировании тоже органов исполнительной власти. Какой еще вопрос может быть интересен, какой мы будем обсуждать? Это, безусловно, сегодня мы говорим, что у нас застройщики ориентированы в основном на типовые проекты, приводящие к деградации городской среде и снижению ее привлекательности для людей. Один из возможных способов решения этой проблемы – это архитектурный конкурс. Мы сейчас практически не проводим архитектурные конкурсы на крупную застройку, на жилую застройку и так далее. Тем не менее, это инструмент, который способен, во-первых, сделать облик города лучше, а во-вторых, это тот самый социальный лифт, который позволяет молодым специалистам показать себя, проявить свои возможности и начать новый взгляд показывать на решение старых проблем, например. То есть сегодня, в основном, у нас, во-первых, и, собственно, проектных институтов практически не осталось. И для того, чтобы вырастить коллектив, вырастить архитектурное бюро, это требуется очень большое время. Молодым архитекторам совершенно, наверное, маленький шанс, что они вырастут когда-то, станут руководителями крупных организаций или именитыми архитекторами, хотя они имеют вполне, наверное, и компетенции, и возможности, и свои идеи. И вот как раз архитектурный конкурс способен показать новые имена молодых архитекторов большому кругу людей, застройщиков, девелоперов, познакомить их с ними и способствовать их продвижению по профессиональной лестнице. Одним, наверное, из таких больших блоков работы является работа с профессиональным сообществом. Мы разговаривали с президентом Союза архитекторов России Николаем Ивановичем Шумаковым и говорили о своем опыте, опыте Оренбургской области, как мы здесь движемся, как мы видим свое развитие, как мы видим развитие архитектуры. И Союз архитекторов в его лице, в лице президента поддерживает наше начинание, что для меня было очень важно. И они видят в этом действительно хороший пример и для других регионов. То есть то, что у нас уже создан областной градостроительный совет, то, что областной градостроительный совет при губернаторе, и, соответственно, мы рассматриваем большие какие-то вопросы, большие блоки работ по, например, жилым комплексам или особо значимым объектам для Оренбурга. И рассматриваться на высоком уровне – это, безусловно, интересная возможность и пример для других регионов. Совершенно недавно, в октябре, на Совете по культуре при президенте Российской Федерации Союз архитекторов тоже задавал свои вопросы и спрашивал у президента, соответственно, его видение этой ситуации, то есть то, что сейчас творится в градостроительстве, в архитектуре и в историческом наследии в том числе. И были вынесены определенные предложения Союзом архитекторов о создании органа власти федерального уровня, чтобы, возможно, в дальнейшем выстраивать эту вертикаль в сфере архитектуры и градостроительства, на что президент сказал, что можно подумать. Это тоже, наверное, для всей сферы архитектуры и градостроительства, для всех архитекторов профессионального сообщества большой шаг вперед, большой, наверное, прорыв, что об этом мы уже говорим открыто, открыто говорим о том, что есть проблемы, и мы видим возможности их решения, и архитекторы готовы как раз и выступать медиаторами в диалоге между горожанами и властью, и объяснять градостроительную политику, доказывать решения, делать это прозрачно, открыто, с приведением примеров, вот для чего мы делаем тоже цифровые модели и карты, чтобы было объемно понятно, почему такие решения на этих участках мы производим, почему здесь можно сделать такую застройку, а почему здесь нельзя делать больше, а почему здесь такая плотность и так далее. И это тоже одна из, наверное, возможностей сферы архитектуры улаживать конфликтные ситуации в градостроительстве по способам демонстрации решений, понятным, таким внятным, детальным, когда мы показываем визуальные коридоры и точки, показываем иллюстрации, как это будет, как это возможно, выгодно ли это или не выгодно. Это дает и красивый город, и взаимоотношения с людьми в нужном таком позитивном направлении развитом.